Всем привет! Меня зовут Сильвия, рада видеть вас на своем канале. Как вы, наверное, уже поняли с названия этого видео, да и с моего голоса тоже я заболела. Так что да, вот развенчивые мифы, неправильное питание, не веганство, не занятие спортом, не уберегут вас от сезонного нашествия гриппа. Заболели мы на пару с мужем, и вот, как-то один день у него была температура выше, в другой день у меня, так что по очереди мы друг за другом ухаживали, родители звать не хотели, чтобы не заражать их. Вот это все понятно. Собственно, в этом видео я хочу показать вам рецепт супчика, который помогает нам лечиться. И я не хочу сказать, что мы не пьем никаких лекарств, это было бы нечестно, потому что при температуре 39,4, ну, скажем так, ни один супчик в горло не лезет и вряд ли он подействует. Вот уже, когда стало чуть-чуть полегче, этот супчик самое то. Как вы уже, наверное, знаете, куриные бульоны я не готовлю, в их целительную силу я не очень-то и верю, а вот в целительную силу овощей более чем верю. Тем более этот суп очень прост в исполнении, потому что когда болеешь, готовить особо-то и не хочется. Так что, да, не буду долго затягивать, давайте я вам покажу этот простой, но милый рецепт. Ингредиенты для этого супа можно найти практически на любой кухне. Я беру пропаренный рис. Мне нравится, когда зернышки не развариваются, сохраняют свою форму. Но, в принципе, можно взять любой другой рис. То есть, главное, не берите красный и коричневый, потому что вариться он будет целую вечность. Здесь у меня такая вот интересная приправа, называется «Восемь овощей». И это действительно хорошая приправа. В ней нет соли для томата-натурия, в общем, всяких гадостей здесь нет. Ребята, это не реклама, действительно стоящая вещь. Знаете, такая палочка-выручалочка, когда сама не сделала никаких запасов на зиму. А я, собственно, в этом году поленилась что-то сушить и делать самой. Перец чили. Вот тут вот несколько спорный вопрос. Если с горлым все в порядке, тогда добавляйте его в суп. Чем острее будет суп, тем сильнее вы вспотеете и быстрее выздоровеете. Но, если есть проблемы с горлым, как, например, сейчас у меня, то лучше не добавлять, потому что лишний раз раздражать лизистую оболочку точно не стоит. Самая обыкновенная соль. В этот раз соль я добавляю с совершенно спокойной совести, потому что, когда мы болеем, мы очень сильно потеем, и это может привести к обезвоживанию организма, поэтому соль не помешает. Собственно, средний кабачок, я бы даже сказала, маленький кабачок. Посмотрите, какая красивая у меня морковочка. Мне очень нравится ее цвет. Вообще, по натуре я еще тот эстет и обожаю, просто обожаю красивые овощи. Ну и фрукты, конечно же. Сладкий перец. У меня зеленый, но красный будет смотреться покрасивее. Две средних картошки и петрушка, которую мы потом будем использовать для украшения. Овощи нарезайте в абсолютно произвольном порядке, в абсолютно произвольном размере. Собственно, здесь это не играет никакой роли. Да и все-таки мы болеем, не будем же мы лишний раз утруждаться и нарезать все красивыми кружочками, кубиками и прочим. Все сразу отправляем в кастрюлю. Я беру кастрюлю поглубже. У меня она на 3-4 метра, потому что я люблю, когда суп жидкий, и его можно практически пить. Ну, скажем так, жидкость во время болезни еще никому не помешала. А если жидкость еще и вкусная, то это вообще отлично. Солим по вкусу. Я вначале добавляю немного соли, а потом уже кто как захочет, так и досолит. Обычно я не досаливаю, потому что не очень люблю соленые блюда. И заливаю все кипятком. У меня чайник не очень вместительный, в нем всего лишь 2 литра, поэтому я кипячу воду 2 раза. Скажем так, заливаю кастрюльку до краев и даю закипеть. И, собственно, все готовлю под открытой крышкой где-то полчаса. И вот наш супчик готов. Осталось только посыпать его зеленью и подавать горячим. Приятного аппетита и скорейшего всем выздоровления, если кто болеет. И еще хотелось бы увидеть в комментариях, как вы лечитесь во время болезни. Буду рада, если поддержите меня пальчиками вверх. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok